С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в крупных городах усугубляется. В Ненинском округе на лечении в стационаре на сегодняшний день находится один пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. Еще 11 человек получают лечение амбулаторно. В Ненинском округе продолжается первый этап Всероссийской Олимпиады школьников. Интеллектуальные занятия проводятся среди учащихся с 4 по 11 класс по 20 общеобразовательным предметам. Музей первой городской школы признан одним из лучших по всей России. Заслуженную награду вручил депутат Государственной думы от Ненинского округа Сергей Коткин. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Достаточно длительное время красная зона стационара Ненинской окружной больницы пустовала. Все заболевшие COVID-19 лечились амбулаторно. 6 октября в стационар с диагнозом коронавирусной инфекции госпитализировали жителя Нарьинмара, заразившегося через семейный контакт ранее выявленного заболевшего. Таким образом, в Ненинском округе с начала пандемии зарегистрировано 340 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 325 человек полностью излечились. На лечении в стационаре Ненинской окружной больницы на сегодняшний день находится один пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. Амбулаторно по месту нахождения лечения получают 11 человек. И все эти заболевшие – это уже не вахтовики. Это наши жители. Это значит, в какой-то момент мы пропустили вирус. Это значит, что те меры, которые до этого сдерживали проникновение в город ковида, к сожалению, сегодня не работают. Как отметил в ходе совещания исполняющий обязанности руководителя департамента здравоохранения, до 11 октября на дистанционную работу и обучение переведены социальные учреждения поселка Нельминос – школа ДК и ФОК в связи с выявленными завозными случаями COVID-19 у двоих учащихся 8 класса. Школьницы были в составе делегации, выезжавшей в Москву на общероссийские мероприятия. В связи с этим департамент просит рассмотреть на ближайшем штабе вопрос о сокращении выездных мероприятий, так как в Нельминомносе двое учащихся 8 класса – это именно завозные случаи. В целом течение легкое. Да, действительно, под наблюдением всего в округе находится 158 человек. Поэтому, безусловно, мнение департамента о том, что на время увеличения количества заболевших в нашей стране необходимо сократить выездные мероприятия. Глава региона поручил руководству Департамента здравоохранения и Управления Роспотребнадзора подготовить предложение и рекомендации к заседанию оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в ходе которого будут приняты соответствующие решения. Напомним, режим повышенной готовности действует на территории региона до 31 октября. В соответствии с ним нахождение в общественных местах в масках обязательно. Также в ходе еженедельного оперативного совещания Юрий Бездудный представил коллегам своего нового заместителя. Николай Миронов будет курировать департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого округа. Как сообщил в ходе совещания Юрий Бездудный, ранее Миронов занимал пост замгубернатора Республики Хакасия. К своим обязанностям Николай Миронов приступил с 5 октября. Сегодня же стало известно о том, что один из действующих вице-губернаторов Михаил Васильев уходит в отставку. Хотелось бы сделать еще одно объявление. Васильев Михаил Викторович уходит в отпуск с последующим увольнением, поэтому разрешите поблагодарить его за работу. Знаю, что Михаил Викторович хотел заняться своим здоровьем, поэтому хочу пожелать восстановить здоровье и поблагодарить за работу. В ходе еженедельной планерки традиционно прозвучали доклады руководителей всех профильных ведомств. Более подробно расскажем в наших следующих выпусках. Речную навигацию в акватории Нарьинмарского морского порта планируют завершить 20 октября. За несколько дней до этого администрация Печорского бассейна внутренних водных путей начнет работы по снятию навигационного оборудования. Решение будет приниматься на основании прогнозов метеослужбы по понижению воздуха до минусовых значений и появления льдообразований. В прошлом году речная навигация в морском порту Нарьинмара завершилась 20 октября. Морская навигация, по прогнозам руководства морского порта, будет закрыта в период с 5 по 10 ноября. Именно в этот период Нарьинмар покинет последнее в этом году морское судно. По прогнозам Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, появление льда на Печоре в районе Нарьинмара ожидается 25 октября с погрешностью в пять дней. В рамках подготовки к проведению всероссийской переписи населения в администрации Ненинского округа состоялось заседание круглого стола под председательством руководителя аппарата администрации Андрея Блащинского с участием заместителя губернатора Валентина Сганича, президента Ассоциации Ненинского народа ИСАВЭ Юрия Хатанзейского. Участники заседания обсудили вопросы подготовки и проведения переписи населения в отдаленных и труднодоступных территориях округа и в первую очередь организации переписи членов семейно-родовой общины Ямпто, для которой установлен период проведения переписи с октября этого года по июнь 2021. Члены семейно-родовой общины Ямпто кочуют в большеземельской тундре в течение года по традиционным маршрутам. Участники круглого стола рассмотрели различные варианты периодов проведения переписи в общине и пришли к единому мнению, что лучшим является конец февраля-март 2021 года. В это время увеличивается световой день. Оленеводы могут позволить гостевание в других стойбищах, так как передвижение проходит не только на оленях, но и на снегоходной технике. Также в это время оленеводческие стойбища находятся ближе к населенным пунктам Харутах, Ривер, городу Воркута в республике Коми. В общественном транспорте на Ринмара в тестовом режиме работает карта Мирнао. Эта карта представляет возможность бесплатного проезда в автобусе. Услуга действует в тестовом режиме и пока доступна только для школьников и студентов, имеющих право на льготный проезд. Карты Мирнао с транспортным приложением выданы на руки школьникам и студентам, у которых есть справка из отделения социальной защиты, подтверждающая право на льготный проезд. Сейчас идет тестирование системы. Для бесплатного проезда на общественном транспорте школьники и студенты вправе использовать выданную с 1 октября 2020 года карту Мирнао с установленным на ней транспортным приложением. В дальнейшем планируется обеспечить такой возможностью все категории жителей округа, имеющих право на бесплатный проезд в транспорте. Позже жители округа смогут пользоваться льготным и бесплатным проездом в городских автобусах благодаря бесконтактной банковской карте Мир. Сейчас в округе реализуют комплекс мероприятий для обеспечения этой возможности. Переход к такой системе избавит нарьянмарцев от необходимости носить с собой подтверждающие льготы документы. Оформить социальную карту с записанным транспортным приложением можно будет после завершения тестового режима через офисы «Мои документы» или через региональный портал государственных услуг. Дополнительная мера социальной поддержки учителей, ежемесячная выплата за классное руководство введена по поручению президента России Владимира Путина для классных руководителей всех регионов страны с 1 сентября 2020 года. В Ненинском округе 397 педагогов – классные руководители. Величина вознаграждения из средств федерального бюджета составляет 5000 рублей. В Ненинском округе доплаты начисляются учителям за фактически отработанное время с применением районных коэффициентов, которые учитываются при любых выплатах. Ненинскому округу из федерального бюджета на эти цели в 2020 году выделено 23 миллиона 7 тысяч рублей. Кроме того, в Ненинском округе сохранится региональная выплата за классное руководство, которое выплачивается из средств окружного бюджета. Ее размер на 2020 год составляет 1500 рублей в месяц с применением районных коэффициентов. Государственные, ведомственные и региональные награды работникам образования Ненинского округа вручил глава региона Юрий Бездудный. Также участие в церемонии приняли депутат Государственной думы от Ненинского округа Сергей Коткин и вице-спикер окружного собрания депутатов Максим Арбузов. Мероприятие состоялось в день празднования Дня Учителя в зале официальных мероприятий Дворца культуры Арктика. Дорогие друзья, я вам очень признателен за тот труд, за ту энергию, за ту душу, которую вы вкладываете в ребят, в школьников. Я признателен не только от себя, как губернатор, признателен от всей армии родителей и учеников разных поколений. Высокие гости вспоминали с благодарностью своих учителей. Учителя шоинской школы, учителя детишки немцы, оленеводы, они своих учителей первоучительниц называли мамой. И до настоящего времени, уже будучи пожилыми людьми, они по-прежнему называются первоучителя мамой. Еще раз поблагодарить за то добро в лице вас я обращаюсь к своим учителям, воспитателям детского сада, школам, первоучительницам, преподателям институтов, потому что многие из них очень сильный след оставили в моей жизни, даже коротким словом, советом или тем, чтобы они остановили мир какого-то поступка. Спасибо вам за это, то, что вы делаете для детей, а мимо того, что вы им даете знания, вы помогаете им идти по жизни, подняться, если они оступились. Желаю вам здоровья, счастья, новых успехов, хороших, новых зданий, если из них садов, школ. Ирина Пудовкина – директор детской школы искусств среди тех педагогов, кто отмечен за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования нагрудным знаком почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации. Ее педагогический стаж – 27 лет. День учителя равносили Новому году, Дню рождения. Это самый светлый праздник, потому что именно в этот день у наших детей есть возможность сказать нам спасибо, у родителей есть возможность нас поблагодарить. Но для нас очень важно, чтобы нас ценило и вышестоящее руководство. Как замечательно, что сегодня прошло такое торжественное приятие, где были вручены ведомственные награды, награды высокого очень уровня. Мы все к ним стремимся. Также в ходе церемонии награждения 35 работников окружного образования получили почетные грамоты и благодарности Министерства просвещения Российской Федерации. Василий Терентьев – преподаватель Ненинского аграрно-экономического техникума имени Волкова за добросовестный труд и заслуги в сфере среднего профессионального образования удостоен ведомственной награды. Кроме того, педагога отметили за выдающееся достижение в области образования премии губернатора Ненинского округа в номинации «Педагог профессионального образования». Его педагогический стаж – 11 лет. Василий Александрович говорит, самая большая сложность в работе – найти общий язык со своими учениками. «Разные поколения для меня лично, потому что я из того поколения Советского Союза, у меня твердые взгляды в отношении государства, России, патриотизма. И вот я вижу, что новое поколение немножко в других взглядах и отличается. И поэтому как-то вот хочется как-то донести до них, что Россия – это уважаемая, самые сильные, красивые, самые лучшие государства в мире». Благодарственными письмами и памятными наградами на мероприятии были отмечены более 50 работников сферы образования Ненинского округа – школьные учителя, преподаватели средних учебных заведений, воспитатели детских садов и педагоги дополнительного образования. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». В Ненинском округе продолжается первый этап Всероссийской олимпиады школьников. Интеллектуальные занятия проводятся среди учащихся с 4 по 11 класс по 20 общеобразовательным предметам. Тему продолжит Александра Литкова. Сильнейших будут выявлять в таких дисциплинах, как общество знания, английский язык, право, астрономия, физическая культура и биология. Затем и остальные школьные предметы. При этом ученики младших классов пишут работы только по математике и русскому языку. Школьный уровень, он не предполагает каких-то очень сложных там заданий. Нет практических туров. Поэтому здесь попроще в плане того, что только чисто теоретический, кроме физической культуры. Там обязательно практический тур. Муниципальный и региональный уровень там, конечно, уже посложнее. Да, добавляются где-то практические туры. Ну и, конечно, основное у нас, где задания разрабатываются федеральным центром, это региональный уровень. И там практически каждый предмет состоит из двух туров – теории и практики. Школьный этап Всероссийской Олимпиады проходит на площадках учебных заведений. Его организатором является Ненецкий региональный центр развития образования. Занятия проводятся с целью выявления и развития у обучающихся творческих и интеллектуальных способностей, интереса к научной деятельности, развития пропаганды научных знаний по различным предметам, отбора самых способных в составы сборных команд России для участия в международных олимпиадах. Если мы говорим о более младшем звене, для них это попробовать свои силы. Вот 5-6 класс, потому что для них только школьный уровень. Учащиеся с 7 класса там уже переходят на муниципальный уровень. А с 9 класса они могут участвовать в региональном уровне. И, конечно же, если ты становишься победителем или призером регионального уровня Олимпиады, это и шанс поучаствовать во Всероссийском, пройти уровень, если достаточно баллов наберет учащийся, но и также это бонус при поступлении, дополнительные баллы по соответствующему предмету. В рамках школьного этапа Всероссийской Олимпиады, который завершится 29 октября, в регионе также состоятся Олимпиады по ненецкому языку и краеведению 15 и 22 октября. Кроме того, школьники округа смогут поучаствовать в Олимпиаде по краеведению и родным языкам, которая пройдет 30 октября. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Диплом победителя Всероссийского конкурса музея в третье место по России и сертификат на 200 тысяч рублей получил музей средней школы номер один. Заслуженную награду вручил депутат Государственной думы от ненецкого округа Сергей Коткин. На конкурс сотрудники школьного музея представили презентацию с рассказом о формах совместной работы по воспитанию молодежи. Во Всероссийском конкурсе «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны» от ненецкого округа участвовали пять школьных музеев. В финал прошли музей школы поселка Красный и городскую школу номер один. Конкурс проводился в рамках проекта «Историческая память партии «Единая Россия». Для нас, конечно же, неожиданность и большая радость. Это, безусловно, заслуга, прежде всего, выпускников школы 1989 года, создателей музея, и выпускников других поколений, которые работали в школьном музее, экскурсоводами, волонтерами, вели поисковую работу. Большую благодарность, нужно сказать, учителям, педагогам, которые поддерживали музей наш во всех его начинаниях. Кроме того, Татьяна Балмазова поблагодарила администрацию учебного заведения за то, что все начинания всегда находят поддержку. Заслуженная премия будет направлена на развитие музея. И это действительно великое дело. Низкий поклон Татьяне Петровне, организатору, сподвижнику, который все это затеял, который провел огромнейшую колоссальную работу по сбору информации. И то, что наш музей, Ненецкий музей с нашего округа занял почетные призовые места по Российской Федерации, это дорогого стоит. И позвольте мне вручить всем диплом, сертификат, общероссийский сертификат, общероссийский диплом и то, что по гранту президент 200 тысяч рублей в вашем музее. Я вот с гордостью это делаю. И вот действительно мне приятно, мне приятно за это. Музей школы номер один получил почетное третье место среди городских школ Северо-Западного федерального округа и набрал по итогам конкурса 25,6 баллов. Ну, наверное, участие в таких конкурсах важно для нас. Во-первых, это материальное поощрение музея. Средства могут быть использованы на дальнейшее совершенствование фондов и экспозиций нашего музея. Это определенная ступенька в развитии школьного музейного дела и представление собственного опыта работы, опыта работы школы, опыта руководителя музея, общественного хранителя музея нашей школы. Музейный фонд учебного заведения служит большой научной базой для многих внеклассных мероприятий. В школе создан большой тематико-композиционный комплекс. У Печоры дальняя школа их ждала, посвященный памяти учителей и учеников, которые сражались за победу. И самое главное, что мы знаем, что в музее школы собрана вся история наших учащихся. Там у нас есть медалисты, там есть участники воины, там есть директора, там есть вся история школы сконцентрирована в одном самым небольшом помещении. У нас есть хранитель истории, Татьяна Балмасова, человек, который, я считаю, делает огромную работу, причем на волонтерских началах. И мы благодарны партии «Един Россия» и Сергею Николаевичу Коткину, что они нашли возможность поощрить наш музей, в том числе материально, потому что это не последнее дело. Заслуженную награду, сертификат на 200 тысяч рублей, школьный музей намерен использовать на обновление материально-технической базы, проведение акций и мероприятий по сохранению истории. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...